ТАК НИКИТ БЕРШУЙ ВСЁ НИЖДЯ ПОДРУГ ШУЛ ПУСТЬ ТАК НИКИТ БЕРШУЙ ВСЁ НИЖДЯ Я сделал работу над ошибками с предыдущего влога и заранее отключил машину для того, чтобы мы сели и было холодно Хочу тебе показать, какие у меня классные носки А? Жопа в огне Жопа И надел пукетские вещи Это у нас чемпионки черные, хбшные, очень клевые И Дикис И вот эта футболка Дикис, про нее даже кто-то спрашивал В Москве отдельно стоящего магазина У тебя еще черные штаны классные, Дикис Ни разу их не надевал, потому что все время был бы так А сейчас их тоже перебор оттаскать потому что уже слишком жарко Какое-то промежуточное состояние мы не получили Ну да Ой, как хорошо-то, а Теплышко греет Ой, что ты за свет, за свет Ой, хорошо, не жарко Сегодня выходной, мы за кофеечком отдыхать, кайфовать А сегодня мы поспали, как замечательно Господи, до 12 я спал Это самое лучшее было Я, короче, вчера договорилась Сегодня в 12 звониться с видеографом Ну, там, девушка И она мне сегодня в 12 разбудила своим видеозвонком Я вся опухшая, глаза опухшие Спросония такая Доброе утро И она такая Доброе утро, спите А я не могу спать, потому что у меня, типа, дети Во сколько бы я не легла, она сказала Все равно решают дети, во сколько мне проснуться Вот, все, рассказала Это твой канал Ну, ты же тоже имеешь право здесь участвовать Что-то рассказывать, болтать и так далее Ну, да И обязательно посмотри предыдущий влог Самую концовку А че там? Ну, посмотри Ты его еще не выложил? Вывожил Да? Да Давненько мы вам не показывали вкусные точки Влогов 5-6, наверное Ну, и отправил Катюху Потому что на улице очень жарко 33 градуса Не хочется глушить Потому что здесь очень прохладно Если его вырубить То буквально за 2 минуты она снова станет раскаленной Ну, и плюс еще как бы Вот То есть она не сопротивляется Сюда схожу Хотя до этого всегда говорила Пошли вдвоем Или давай ты иди Я же девочка А сейчас все Мне так нравится записывать Как Катюха идет к машине И приносит какие-нибудь вкусняшки Может, здесь потом нарезку сделаю Вот, ждет Будешь смотреть как раз на реакцию Оп Как смог Мое? Мое Катюх Я хочу потом нарезку сделать Видосов Когда ты приходишь в машине И приносит всякие вкусняшки А еще я на тебя посмотрел в зеркало Это ужас У меня все лицо просто шелушится Это я умылся Твою мувашкой белой своей И просто протер салфеткой Кремушкой Просто жесть Смотрите, ребят Я облазил Но у нас с собой ничего нет Что ты себе взяла-то, скажи Я взяла чипенбургер И Чизбургер Такая красивая у меня не могла Спасибо Ну, такую красотку отхватила Ты тоже красивая Модель Сейчас нет Потому что я весь, видишь, облупошенный какой-то Все равно красивый Спасибо А еще вот камера полежала Буквально 10 минут на торпеде Надрелась И тут появился значок Вот так вот Умираю Жарко Я сейчас еще выложил в телегу ссылку на твой шорт Прикольный Спасибо Смотрите обязательно Заходите к Катюхе на канал У нее там Мне 20 Он называется Очень клевый Забрали мамку на покатушке Тоже ей купили в Макдональдсе Всякого разного Сандей Кофеечек Креветки Ну и взяли с собой кремушек Сейчас Катюшка будет меня мазать Потому что я как ящерица выгляжу А где салфетки? А, вон у меня А можно мне салфетки вложить? Да И руки вложить Правильно Процедура же будет Ну а дальше мы поехали кататься по центру Москвы Я решил записать все это дело закадровым голосом Надеюсь, вам понравится Потому что мы обсуждали какие-то личные темы А просто пускать на фон звук или подпись вставлять мне не хотелось Погода была замечательная Ну вы можете это видеть по видосу Дальше мама начала вспоминать Что по этой дороге в свое время ездила к деду на Таганку И интересный факт Первая машина мамы была пятеркой зеленого цвета Это была не BMW, а Жигуль Конечно легендарная тачка В свое время мама нехило так накачала бицуху Потому что не было гидроусилителя Ну а потом мы стали обсуждать качество дорог И очень удивились, что все было откровенно раздолбано Ну вот видите Сейчас качается камера из стороны в сторону И чуть дальше мы маме покажем видосик Который характеризует, так скажем, наши строительные службы И сравнили все дело с японцами Ну чуть дальше все это дело увидите Тут я жалуюсь, что пропустил вот этого чувака спереди И в итоге не успел проехать на зеленый светофор Вот этот дом мне офигеть как нравится Жилой на Котельнической набережной Ну и дальше, видите, мы поехали уже в сторону Кремля Я тут сейчас начну перестраиваться Давайте чуть-чуть подождем Потому что тут не ускоренный видос Я тут на фоне пока я болтаю Какая-то пилорама из окна, блин, слышно Надеюсь, микрофон все это дело заглушит А и у нас тут не работал светофор Это, конечно, странно было Но ничего Я взял да поехал сразу Сейчас повернем И вы увидите, какое количество людей на набережной Очень много Там слева, может быть, впереди, видите Очень много корабликов Понятно, погода была замечательная Поэтому все выползли Ну и сейчас мы встанем на светофор Вот я тут камеру еще повернул Чтобы вам наглядно показать Вот такая толпа была Видно, японцы не умеют класть асфальт Смотрите Это же явные ошибки Во-первых, не идет дождь или снег Правильно? Во-вторых, зачем столько людей? Два Петровича исправили И в-третьих, зачем они вот кладут и заморачиваются? Вот просто песка навалили Сверху залили и все Главная ошибка их Вот смотрите, они-то делают ночью Ну кто же делает ночью? Обычно все делают 12 часов дня И еще и сразу разметку делают И я не понимаю, для чего Друзья, ну а мы продолжаем Я, собственно, вам показал чуть ранее видосик Который саркастично обсмеивает наши дорожные службы Тут мы проезжаем в парк Зарядье Вот он Очень прикольный мост На котором куча людей постоянно фотографируется Мы когда с Катюхой познакомились То практически сразу поехали в центр Москвы И как раз гуляли по этому мосту Был вечер Поделали прикольные фоточки И для нас это такое знаковое место Ну тут я немножко кручу камерой Для того, чтобы показать собор Василия Блаженного Вон он виден на фоне Ну и дальше мы проезжали Кремль Вот видите, он с правой стороны На горизонте у нас храм Василия Блаженного И я хотел добавить еще интересный факт Если вдруг не знаете То, что раньше Кремль был белым И его просто раскрасили Не знаю в каком году Вы можете сами посмотреть в Википедии И мы продолжаем нашу поездку Тут я жалуюсь То, что меня никто не пропускает Все наглые Но один дружочек Пирожочек меня все-таки пропустил Я ему сейчас поморгаю тут Спасибо большое Если тоже так делаете Ставьте лайк На этом кадре хочу отдельно отметить Станцию метро Боровицкая Потому что тут безумно красивый шрифт Вот этот метро И каждый раз, когда я проезжаю Показываю Катюхе Говорю, блин, не могу Так нравится Радуюсь, как ребенок Сейчас слева вы можете наблюдать Библиотеку имени Ленина Легендарное здание Вы его видели в фильме Москва слезам не верит И на фоне у нас такое зеленоватое здание Ну это я просто показываю Библиотеку колонн для вас Вот это зеленое Тут раньше сидела Apple Россия Я как раз пальцем показываю И девочкам рассказываю Тут я уже попросил Катюху Поснимать на камеру Потому что у меня уже отваливалась рука Вместе с объективом Она весит 850 грамм И когда снимаешь больше там 5 минут Уже рука не выдерживает Тут Катя показывает Военно-исторический музей Отель Four Seasons Который показан во многих сериалах Наверняка вы его видели Ну вот прям хочется я отдельно Видите, показать побольше И впереди у нас Госдума Тут мы уходим на Тверскую Сейчас там на светофоре И сворачиваем в нашу сторону Ну а дальше мы свернули на Ленинградку Здесь очень красивое здание Можете наблюдать Жилое Какие-то апарты Похожи по стильку На вот эти советские здания Но при этом в современном обличии Ну симпотно, симпотно И рядом был тут сейчас отель Советский, по-моему, называется Я сам пропустил Даже на стоп-кадре не стал смотреть Ну если что, паузу нажмете Тут у нас с левой части Тоже очень красивые апартаменты Слева-справа Прям классный комплекс построили Рядом с метро Динамо Там у нас дальше будет Сам стадион На который Катюха тоже обращает внимание Постоянно, потому что ей очень нравится Там еще очень красивое Видеотабло такое Ну прикольно, прикольно Там вот сейчас чуть дальше проедем И вы его увидите Он уже за шапками деревьев Вот, вот, вот оно Ну и совсем на горизонте У нас видны такие башенки Вот с мостиком Может быть видите Это у нас ВКонтакте Ну тут дальше я, собственно, показал То, что погода очень жаркая 32 Ну и показал красивую Катюху Вот она сейчас покажет язык Ну и как бы вот Ребят, по поводу водянки Которую я обещал подарить Мне написал Андрей Петров Мой тезка из города Пензы И я ему и отправлю Он говорит, что у него Вот такой колер И он не справляется с его процессором У него R3600 Ryzen В ближайшее время Поздек отправлю И я ее действительно Бесплатно отдаю Он пишет, что продаешь Я говорю, нет Я так отдам Все Вопрос решил А для себя я Какой критерий поставил Просто кто первый напишет Тому я отдаю Все Он мне ВК написал Кто-то еще в телегу писал Ну я по времени посмотрел Ну он самый первый, короче Классно покатались Сейчас заехали снова в Серджио Пицца Я захотел, как ни странно Взять пиццу Получилась такая тавтология Девочки взяли Поке и роллы Вот сейчас их дождусь Они придут с заказом И поедем домой Сегодня мамка ночует у нас Будем смотреть сериалы Будем отдыхать Веселиться Вот как-то так И вон мама идет как раз С заказиком Что-то там Видимо Сторону выбирала К машине Что поближе пошла Тоже поближе Так Мне бы, конечно, закрыть Вот эту Давай-давай Ага Я помогу Вот так Отлично Все Быстренько Очень удобно Не пришлось ждать Мы заказ сделали заблаговременно Приехали сюда И уже все готово Надо было только расплатиться И забрать Что, вкусненько пахнет? Ой Очень вкусненько Ма, цветочки твои Ой Все Ой Все А тут Я газон специально сажала Все, заросло Надо все подергать Что засохло Ну, вообще Вот эти Ну, все Началось Ну, красивые же цветы Да, красивые, красивые Лишнее надо, что отцвело А вот Ну, какие они колючие Вот тут А они, между прочим Когда засохнут Они вот эти облетят А вот эти шишечки Их в засушенном виде Можно Ну, хранить Они, в общем-то, прикольно Так смотрятся Все, пойдемте есть, девчонки Сейчас еще заехали в онлайн трейд Я взял себе два проводка Для кулеров Потому что мне вчера не хватило Переиспользовалась сейчас Для сборки Нактюевские У меня он Был куплен лет 5 или 6 назад Но у него, как бы, история Не просто провод А он ловной То есть он уменьшает Скорость оборота Самих вентиляторов И создает меньше шума Но при этом Они не могут раскрутиться На полную мощность Ну, они стоили по 300 рублей Каждый Сейчас будем смотреть Вот этот серик Девчонки, я вас жду Покажи пиццу А, тут еще Да, наклеечка Гарантия качества Когда есть хочешь Вот эта гарантия качества Она очень сильно мешает Напрягает Тормозит процесс О! Красота Красивая Яркая Смотри, одно из старых дел Раньше их На бумаге писали Такие интересные истории Про рождение детей Как будто я на женский форум Зашла Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова